Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Что происходит с душою во сне? Это тайна, это загадка. И психологи всех времен и народов пытаются разгадать тайну сна, ибо во сне происходит удивительное чудо. Господь подкрепляет наши силы жизненные. Откуда они берутся, хоть и выстраиваются какие-то научные доводы, но остается делом загадочным, как и существование всего материального мира, увенчанного бытием человека. Из неизвестно, откуда берущейся энергии формируется минимальная масса в микромире, и из сна приобретаются человеком жизненные силы. Явно, что сон — дар Божий. Сон — временное бездействие ума, дает возможность вернуться с новыми силами к очередному дню своей жизни. Сон венчает собою посильные для человека обыденные труды. Сон — подобие смерти, ибо человек выключается из активного и осознанного существования. Потому каждый отход ко сну сопровождает церковь усердными молитвами, вечерней, по вечерьям, вечерними молитвами, благословением на сон грядущим, то есть отправляющимся спать. А то, что происходит с человеком во сне, очень часто зависит от того, каким образом был проведен день или как проводится его жизнь. Интересный фильм Луиса Бенюэля «Скромное обаяние буржуазии». Там разворачивается жизнь современной элиты европейской страны, которым при этом по ночам снятся ужасы, как бы обнаруживающие пустоту, порочность их внешне блестящей жизни. Хотя мы не действуем активно во сне, но то, что вспоминается нами как сонное мечтание, мы чувствуем потребность исповедовать тогда, как оно было нечисто, иногда даже и проявившись в каком-то физиологическом виде. Почему так? Потому что душа остается душой, и нечистота ее расположений в сознательном состоянии отражается нечистотой сновидений. Напротив, навыки молитвы некоторые с удивлением обнаруживают в своих снах, когда какие-то неопознанные темные силы душат, парализуют, угрожают в сонном видении, с удовлетворением вспоминает христианин, особенно начинающий, как он вместо того, чтобы дико напугаться, быть совершенно парализованным, из последних сил, что у него остается, начинает призывать Господа, как некогда Герда, пробивающаяся через холодные ледяные ветра, читала молитву «Отче наш», так и они берутся за молитву Господню, призывая имя Господа Иисуса или Богородицу, и видят, как отступают темные силы от них, защищенных благодатью Божьей. Для людей это тоже бывает добрый опыт своего бессознательного выбора среди вот этих сна разума. Часто появляется вопрос, что там с вещами с нами. Всякие оккультные силы с удовольствием предлагая свои толкования, до сих пор можно часто встретить в домах соотечественников всякие карикатурные сонники, что значит увидеть навоз, а что значит увидеть помет. В одном случае прибыль в свободно конвертируемой валюте, в другой в рублях тебя ожидает. Иоанн Златоуст возмущался всякими порочными приметами, в которые верили люди, и во сне, и наяву. Говорит, как? Среди вас ходят обычаи. Если первый, кого вы увидите с утра, будет монах, значит день не удастся. А если блудниться, то все будет хорошо. Сравните впечатления на душу от той или от другой встречи. Где польза, где напоминание о молитве, где память о смерти, где напоминание о покаянии, а где наоборот, на распутство и всякая нечистота. Так и эти все безумные сонники в связи с образами приемлемыми во сне растолковывают людям всякую абракадабру, предвкушая их какую-то благодарную доверчивость в связи с посулами каких-то благ из-за виденных во сне образов. На самом деле парализуя душу ложными надеждами, глупыми пристрастиями и вовсе не уча ее ни покаянию, ни страху Божьему, ни молитве, ни благоговению. Так что надо смело все эти имеющиеся еще в домах сонники отнести на помойку, предать огню, чтобы еще кому не достались из доверчивых, ибо это, конечно же, вполне подрывная оккультная литература, и доверять ей себе тоже, что и вкладывать голову в пасть крокодилу духовному, он способен оттяпать ее, то есть лишить человека последнего разума, последней рассудительности и заполнить душу совершенными призраками, фантазиями, ложью, среди которой и будет проходить жизнь человека. Сны, вещи, знамения, которые Бог давал людям, о чем свидетельствуют Священные Писания, во сне Иосифу неоднократно, другим святым апостолам, ученикам Господним, не имеют отношения к нам с вами. Этими снами, например, в отношении Иосифа подчеркалось его благочестие. Он настолько был чист душою, что ему не требовалось явление осязаемое. Он смирялся заблаговременно. Ему достаточно было указания во сне и о том, чтобы бежать в Египет, и о том, чтобы принять обручницу свою, сущую, непраздную. Достаточно ему было указания без большого потрясения, ибо легче увидеть ангела во сне, а потом, пробудившись, обнаружить себя в земной реальности, чем увидеть ангела в земной реальности. И вот, оберегая его от излишней впечатлительности и потрясения, Бог благоволит послать ангела своего для его наставления, как принимающего участие в путях спасения рода человеческого через попечение о Пречистой Матери Господа нашего, благоволит дать ему знамение во сне. Но нам с вами прилично вовсе не доверять снам. И поговорит Феофан Затворник, подобные ангелам люди непрестанно возносят Богу жертву хваления, а мы с вами, как существа, небезгрешны, призваны непрестанно приносить Богу жертву самоукорения. А тому, кто этим делом самоукорения занят, искренне и сердечно, не по чину принимать как благодатные, как особенные и пророческие те видения, которые бывают у него в состоянии сна. Потому христианин, пробудившись, рад, когда ему ничего не снилось, если что снилось, тотчас это забывает, а если снилось и нечто нечистое, то еще не забывает и упомянуть на исповеди о тех недобрых и нечистых образах, которые было попущено ему в сонном безмолвии встретить. Таким образом, душа во сне лишается своего привычного в течение дня благоразумия и остается на некоторое обнаружение своих тайных потоков воображения, той самой чернорабочей силы, которая присуща человеческой душе. Потому не нужно значение снов переоценивать, но будем делать выводы и из них о том, как сильно мы нуждаемся в благодатном очищении и всегдашней помощи Божьей во дни и внощи и во всяком деле нашу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok